Александром, что не все врачи имеют моральные принципы, которые позволяют им честно себя вести с пациентами. И здесь возникает проблема, что иногда бывает врачу выгодно, чтобы человек оставался больным, чтобы он мог постоянно с него иметь какой-то доход. Ну вот, поэтому, Александр, скажите, как стала развиваться ваша сегодня работа в медицине? Потому что, если у вас правильные моральные принципы, основанные на вере, и это как служение Господу, то вам, получается, не выгодно, чтобы человек болел, а выгодно, чтобы он выздоровел. Хороший вопрос. И время для этого настало, я так понимаю, вообще, и не только на Украине, там, где я живу, у вас в России точно такое же время настало, да во всем мире время настало такое, когда люди очень озабочены вообще здоровьем. Сегодня все абсолютно понимают, что выгоднее не болеть, нежели лечиться. И сегодня мы вот как раз, ну я так наблюдаю, тенденцию в медицине, такая вот тенденция, что уходим от одной медицины, как бы возвращаемся к истокам, к тому, что написано в Святом Писании. О том, что все-таки здоровье – это благословение от Господа, и человек его должен хранить, беречь. А врач – это как вот помощник, советник, консультант, можно сказать так. И если вот, допустим, 20 лет назад еще врач был, ну, чуть ли не бог, полубог такой, которому врач сказал и все, то сегодня человек уже научился рассуждать, сегодня человек уже научился понимать, что он ответственный за свое здоровье. И потому к врачу вот формируется такое отношение, это холистическая медицина, целостная медицина. Когда мы понимаем, что состояние тела определенным образом зависит от состояния духа, например, от состояния настроения души, от того, как человек воспитан, как он относится вообще, ну, как бы, вот, к жизни как таковой. Поэтому, собственно говоря, фокус как бы передвинулся с того, что, ну, не обязательно сегодня вот так вот жестко брать и судить врача. Врач такой, врач сякой, врач не так сделал. Вопрос надо задавать сначала себе, что ты сегодня уже делаешь для того, чтобы свое здоровье сохранить, для того, чтобы здоровье детей сохранить, например, для того, чтобы дать им нормальное будущее с хорошим состоянием здоровья. Потому как бы вот эта вот холистическая медицина, она перефокусировала ответственность. Я сегодня смотрю, она сдвигается все-таки. Ответственнее больше не врач становится, а сам человек, на то, как он понимает.